Меня зовут Алексей Ницца и сегодня я расскажу о возможностях новой версии онлайн лейки 2.2.1 Онлайн лейка это бесплатный плагин с открытым исходным кодом для WordPress, позволяющий собирать пожертвования для вашей организации или инициативы, который был создан разработчиками теплицы социальных технологий. Онлайн лейка уже используется десятками некоммерческих организаций для сбора средств через интернет, среди которых Wikimedia.ru, Агентство социальной информации, Комитет гражданского содействия, Центр равных возможностей Верх. Важно, что плагин позволяет собирать пожертвования не только организациям, но и физическим лицам, у которых есть кошелек Яндекс.Деньги. Скачать плагин можно как в официальном репозитории плагина WordPress, так и через административную панель вашего сайта. В предыдущих видеоуроках об этом плагине я рассказывал, как установить плагин, а также как настроить онлайн лейка для физических лиц. Ссылки к этим видеоурокам вы сможете найти в описании под этим видео. Посмотрим возможности онлайн лейки на конкретном примере. Так, в рамках нашего видеокурса мы сделали сайт для вымышленной организации Человека-кошка. Давайте узнаем, что можно сделать с помощью новой версии плагина для сбора пожертвований. В первую очередь давайте перейдем на страницу компании по сбору средств. Новая версия онлайн лейки позволяет не только легко и быстро настроить прием пожертвований с использованием систем Яндекс.Деньги, Хронопей и банковских квитанций, но и создавать и управлять полноценными компаниями по сбору пожертвований на те или иные цели на вашем сайте. Главным нововведением является возможность установить целевую сумму компаний и отобразить ход сбора средств с помощью прогресс-бара. Также автоматически формируется список доноров и при желании показывается на странице компании. Если человек хочет оставаться анонимом, он может ввести любое имя или написать «Аноним». Но как это было сделано? Давайте посмотрим изнутри, войдя в административную панель сайта. Если вы еще не установили онлайн лейку, я покажу, как это сделать. В разделе новых плагинов вводим название лейка латинскими буквами и в результатах выбираем нужный плагин и нажимаем «Установить». После установки в меню появится раздел «Лейка», куда мы и перейдем. В подразделе «Лейка» и «Консоль» представлены основные настройки плагина. Пройдемся по ним по порядку. Вкладка «Получатель». Здесь все данные, касаемые получателя, банковские реквизиты вашей организации или физического лица. Вкладка «Платежные системы». В новой версии лейки добавились способы перевода средств. Теперь помимо банковской квитанции, Яндекс.Денег и Хронопей есть РБК Мани. Вариантов действительно много, и вы сможете выбрать наиболее оптимальные для вас и вашей аудитории. Именно варианты, отмеченные галочкой, будут доступны при выборе способа оплаты для жертвователей. Вкладка «Валюта». Если ваша платежная система и счета позволяют принимать средства не в рублях, вы можете установить сбор средств в другой валюте. Вкладка «Email». Здесь необходимо указать адрес электронной почты, с которого будут приходить уведомления и письма о благодарности жертвователю. Шаблон письма можно изменить здесь же. Вкладка «Вид». Это новый раздел. В нем собраны все параметры, имеющие отношение к отображению инструментов Лейки на сайте. Можно поставить галочку, чтобы выводить все платежные элементы в компании, а также указать, где будет выводиться индикатор прогресса компании. Вкладка «Разная». Здесь настройки условий договора публичной оферты. После того, как сделаны основные настройки, можно перейти в раздел «Все компании». Здесь будут отображаться все ваши компании. Новая версия Лейки позволяет просматривать прогресс компании в этом разделе. Теперь войдем в компанию «Мы строим кошкин дом», нажав на «Изменить». Напоминаю, что компании – это отдельные страницы сайта, поэтому работа с ними такая же, как и с другими страницами. Единственное отличие – это настройки плагина Лейки, которые есть под основным полем страницы компании. Здесь можно указать назначение платежа для платежной системы в виде названия компании, а также выбрать шаблон форм пожертвований и поставить галочку, если необходимо, чтобы отображение элементов именно этой компании отличалось от глобальных настроек. Целевая сумма компании указывается именно здесь, а когда сумма наберется, можно поставить галочку, что компания завершена. Ниже можно увидеть новый блок. Это история платежей, в котором есть вся информация о пожертвованиях. Новой возможностью Лейки стало добавление коррекционных пожертвований. Это значит, что теперь намного легче учитывать пожертвования, сделанные, например, наличными деньгами. Нажав на «Добавить коррекционные пожертвования», можно вручную заполнить все данные, а также указать статус. Для более продвинутых пользователей в компании можно использовать шорт-коды. В первую очередь их можно использовать тогда, когда нужно изменить порядок отображения элементов в тексте компоновки компании. Первый из них может либо отображать, либо скрывать кнопку «Пожертвовать», оставляя только индикаторы прогресса сбора пожертвований. Для этого нужно использовать единицу «Отображать» и ноль «Не отображать». Второй код – это платежная форма с выбором способа оплаты. Третий код – это список доноров, его можно включить или отключить. Для работы шорт-кодов необходимо поставить галочку «Игнорировать глобальные настройки шаблонов». Также есть код отображения карточки компании. Это когда краткая информация может быть вставлена в любое место на вашем сайте. Здесь необходимо указать ID компании, его можно найти в списке всех компаний. Следующее большое нововведение лейки – это возможность использовать виджеты. Для этого перейдем в раздел «Внешний вид» – «Виджеты». Можно отобразить три варианта – список компаний, если у вас их несколько, список пожертвований или карточка компании. Здесь также необходимо указать ID компании. Так на сайте в разделе «Виджетов» отображается краткая информация о компании, которая будет видна на любой странице вашего сайта. Спасибо разработчикам Теплицы социальных технологий Анне Ладошкиной и Льву Звягинцеву. И рекомендуем использовать онлайн-лейку для сбора пожертвований на вашем сайте.